ГУЛЯНИЙ В БАРСЕЛОНЕ Это вторая часть наших гуляний в Барселоне. Для тех, кто пропустил, мы празднуем десятилетие Орла и Решки с мега-звёздами. Путь шоссе начинается! Вера Брежнева открывает нам секреты Барселоны. Там наверху есть смотровая площадка, а вот тут я офигела. Мама, выбирай ты яхту быстрее. А Верка Сердючка с мамой отрываются на все деньги безлимитной карты. Пошла! Повыкручивала руки организаторам и всё. И мы не в каком-то дешевом отеле. И сегодня вы увидите продолжение этого барселонского банкета. Чин! ГОЛА! Веду маму на акулы. Раунд, раунд, раунд! Я Кула в шоке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дима, блин, а где же я ещё не готова? Нормально вообще в туалете у меня снимать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У Вселенной плана наши планы. Можешь перестать быть начеку. И открыть печенье с предсказанием. Пусть тебе приснится птица и синица превратится Журовля, который прилетит с небес. И в далёкой загранице, даже если что случится, Помни, мой родной, ты не один здесь. Ты не один здесь! Ты не один здесь! Ты не один здесь! Вера, дочь, пойдем. 20 минут. Дочь, пойдем. Доброе утро, моя красавица. Ой, ой, ой. Петьки, вони вже не могли зробити. Майя на його. Забула коврик. Поки добежишь до той спальні. Подивися там, на третий этаж. В лаундж-зоне. В лаундж-зоне нема. Библиотеки. Що я должна за тобою бігать? Сама ти можеш? Сама, звісно, прикольна штука. Не бо що двох днів. Кавитурочка. О! 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 Ма! Опс! Тому що вона почала займатися своєю, я не помню. Осторожно. Забачиш колодки. Поправь, пожалуйста, сорочечку. Папа. Папа, розумієте, що ви мені не мешаєте? Я не можу надстроюватися. Господи, хоч би труси приличу не уйділа. Намного легче. Але хотіла ж їхати. Звісно. Начался мой второй день в Барселоне. А планы у меня те же – открывать вам ее секретные места. За еще одним секретом я пришла в самую таинственную часть города – готический квартал. Между прочим, когда-то здесь на этом месте не было Барселоны и вообще не было Испании. Здесь был римский, римский город, который назывался Барсино. И я вам сейчас покажу то место, с которого Барсино начинался. И это место называют пупком Барселоны. Пошли за мной. Мне кажется, единственный минус Барселоны в том, что вот в таких узких улицах воняет жутко жидкостью человеческой. Как бы ее назвать помягче. И честно, здесь прям ходить не супер приятно. А вот это обычный барселонский подъезд. Но люди, которые здесь живут, они не сильно любят туристов. Поэтому мы тихонечко зайдем сюда. Прикиньте, ребят, вот это обычный подъезд. А вот там вот в том камне находится самый настоящий пупок Барселоны. То место, с которого начался сначала город Барсино, потому что на нем основалась Барселона. Этот камень лежит у основания колонн, которым более двух тысяч лет. Это руины римского храма Августа. Представляете, выглядываешь из своей спальни, а у тебя под окнами кусок истории. Я надеюсь, что это вода, а не та самая жидкость, о которой мы говорили. Жесть. В общем, не любят они. Это все равно считается туристическим местом. Но туристов они здесь не любят. Хорошо, что я в шапке. Дим, тебе сильно попало. Понюхай. Короче, ребят, на меня почти не попали. В основном все пошло на зиму. Я вам пупочек показала, а дальше решайте сами, что с ним делать. Хорошо? Боже. Ну правда? Ой, ты боже мой. Ой, ты боже мой. Ой, ты боже мой. Ой, ты боже мой. А, я танцую. Ну я так сладко не танцую, конечно. Это же не придумана, это же не постановка какая. Как зовут? Как зовут? Мануэль. Мануэль. Ну давайте что-то Мануэлю. Я расстрелялась. Вот так. Мама, а это вот знаменитая улица Ла Рамбла. Я в первый раз выговорил ее правильно, между прочим. Мама в Барселоне не была. Но, конечно же, благодаря передаче «Орел и Решка» мама знает про бульвар Ла Рамбла. Рассказываю. Это самая главная улица Барселоны. Она приблизительно как наш Крещаке в Киеве. Ой, ребятки, до карантина на Ла Рамблу каждый день приходили сотни тысяч туристов. Делали фотографии живыми статуями. Кстати, а в день они зарабатывают по 100 евро. Вы же мечтали попасть на Ла Рамбру на карантине. Вот, смотрите. Ни одного из 27 официальных памятников стоят два самых творческих, скажем так. Чтобы не сказать ***, стоят два. Вот. Вот и смотри. Вот и фотографии. Вот трубить себе свои сады. Знаешь, а раньше тут же было 300 тысяч человек. 300 человек в день. 300 тысяч. Дорогие поклонники культовой программы «Орел и Решка», Сейчас вы увидите этот сюрприз, который подготовила мама. Мама всегда любила драконов. Мама, вот брось ты, пожалуйста, монетку сюда и случится чудо. Сейчас. Ч память не прошу, а нет. Один, лауре, поможешь тебе. Мама, вот брось, пурь. Иди, 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 ты бери. Иди, иди. Я прошу прощения, но у меня, я как раз, у меня росли. Как асус страшный, господи, фу. Агрессивно. Я серьезно, ну правда, ну что ты делаешь? Сядьте же, мама. Я люблю добрые животные, я люблю такие. Ну, мама, когда до вас намагалась в последний раз, а вы скажете, на ларамбре. Вот брось ты, давай. На. Ой. Нет, 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 у меня абсолютно другой вкус. Брось ты сюда шиньки. Ну не будь дурочкой, правда. Боже, я кстати на мою маму похожу. Мне ж сувениры, я ж за сувениры вообще забыла, я на последний день сюда откладываю. Дальше и то надо, и то надо. Это открывачка у меня есть. Хотя… Да. Выбор невелик, ребята. Алану Бадуеву, может я какую-то скидку сделаю на клипы. Уже давно не круто и не актуально покупать китайские сувениры на самых туристических улицах больших городов за вот такие деньги. Поэтому я, ваша добренькая Верочка, сливаю вам еще одно супер местечко, где можно купить обалденные оригинальные сувениры за маленькие денежки, которые у меня в карманчике. Ты слышишь? Я сейчас иду на блошиный рынок Барселоны. Рынок Энканс – легенда Барселоны. Он существует уже 700 лет и многие считают его старейшим уличным рынком Европы. Правда, он уже несколько раз переезжал. Это красиво. Вон я, по-моему, смотри. С меня лепили, вот. Чтобы не потеряться на Энканс, нужно знать, что рынок делится на три категории товаров. Китайский ширпотреб. Все по пять. Всякая фигня, которая продается на каждом рынке. Кстати, знаете, почему такие рынки называют блошинами? В средневековье люди мылись только по большим праздникам. И одежда, которую продавали торговцы, была с блохами. Осталось похудеть. Жакет из эко-кожи. Ну, кстати, реально можно найти классные вещи. Ну и третья категория товаров – это рай для бюджетных туристов, таких как мы. Настоящий антиквариат или вещи с историей меня интересуют именно они. Здесь можно найти абсолютно все. От старинного зеркала до редкого издания Дон Кихота в кожаном тисненом переплете. Или вот, среди цветных камешков валяется как драгоценный оливин с луканического острова Лансароте, так и доисторическая окаменелость. Так, что тут у нас еще? Винтажный театральный бинокль. Древняя машинка для стрижки. Герб каталонского графского рода. Портрет какого-то малыша на деревянной собаке. Макет арены для кориды, бэтмобиль, латунный канделябр, программки с тореодорами 50-х годов, ключи от отельных номеров и африканская маска. Настоящая винтажная сумочка. Может быть это лампа Аладдина? По трём. Ну и самое крутое, что помимо того, что здесь это недорого стоит, в каждой вещи здесь есть история и душа. Чаще всего торговцы скупают все эти вещи у родственников умерших людей. Поэтому даже не всегда знают, что они продают, а стоимость оценивают на глаз. Отсюда все романтические истории про случайные покупки на блошиных рынках, картин Ренуара. Или декларации независимости США. Может и мне сейчас повезет. Красиво, да, будет кофе выглядеть вот с такой золотой штучки? Торгуемся? Блин, сейчас будем пробовать. Сеньор, куасто, куасто, куэста. Чинкве. Тре. Тре. За четыре? Один все равно сэкономили. Моя кофейная пара оказалась родом со старинной испанской фабрики фарфора Массер Море Моэр. Такие, между прочим, уже не производят. Так что у меня теперь есть уникальный барселонский сувенир для моей мамы. Красиво. Кто здесь? Серьезно? Как они здесь оказались? Велика просила открывачку. Мама, я в таком виде с вами не пойду. Ладно. Мама, я в такой шляпе не пойду с вами. Мене узнают люди. Ой, Боже. Веду маму на акулы. За сегодняшний день это очень приятно. Ну хватит. Не боитесь акулы? А что ее бояться? Акула як акула. Это такой типа дельфинарий, как у нас в Полтаве дельфин был. Ну я не знаю, как у них называется. Нам его открыли. Вы купальник взяли? Я в нем приехала. Как называется? Глянь, глянь. Ну, давайте. Конек. Мама, если вы так будете. Конек, шманек. Тиктокеры. Как дела? Рибы не видели? Сейчас смотрите, что камни меня не забили. Привет, привет. Мама на акулу привела. Да они не понимают. Сейчас такие дети, они все понимают. Ну так. Ого, аквариум. Это, кстати, самый первый в моей жизни такие великий аквариум. Ну конечно же после дельфинария в Полтаве. Шучу. Иду по туннелю. Такое ощущение, что по дну океана. Я все время боялась, что стекло может так... Творина. Не могу понять, что это Сибас. В магазине, кстати, я лучше их отличаю. Глянь, глянь, это как плывет. Глянь. Наче ласточка. А вот это, кстати, называется рыба скат хостокол. Красиво, да, рыбка такая? Ой, моя манюня. Женьки, воно колюси 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 колюси. Что это к нам плывет такое интересненькое? Боже, глянь, языка показывает. Чито язык, чито... Такий, как тенисный мячик. Конечно, такая странная, да? Глянь, чешуи немае. Резиновая какая-то. Плавники на уши похожи. Да, странная рыба. А вот акула. Акула, акула, акула. Пива захотела сейчас. Сейчас бы кружку пива, да? Ты знаешь, под акулу, конечно, белое вино, мне кажется. Пиво не подходит. Хотя я боюсь, чтобы она меня не услышала, а будет мне белое вино. Немножко информации от мамы. В аквариуме Барселоны на акулу можно смотреть не только через стекло, а можно и поплавать вместе с ней. Но это удовольствие стоит недешево – 150 евро. Но пока орел и решка платят, могу себе позволить. Я как бы женщина экстрим, женщина вамп, поэтому мне ничего не страшно. Медиум? 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 Ну так вам хочу сказать условия. Ребята, не одни из ВИПовских. Но, конечно, ничего мы не можем сделать даже со своей карточкой. Уже как есть, так есть. Ой, такс. Ну и всесняюсь, я женщина. Понимаешь? Оператор Олег, нравится тебе? Нравится, да? Готови. Это грусть, чтобы утопиться. Ну, каменька, да? Видишь, а это самое. Гош. Да. Окей. Хорошо. Я думаю, и дыхание только не остановилось. Кислород кислородом, а тут он же возраст тоже, понимаешь? Ну что, я говорю с Богом. Иду знакомиться с акулами. А что, как, переживаете за маму? Нет. Чего? Я за акулу переживаю. Я очень люблю животных, а мама так надухалась в Дьюти Фри, что я до сих пор думаю, что акул будет шок. Мама старая, но кто ест, ест. Ничего не бачу. Экола в шоке. Экола в шоке. Мама. Экола в шоке. Экола не поймает я, она не бачит. Мама. Иди сюда, а тут. На маяк. На маяк. Маяк. На маяк, на рыбу сядь, эффектно будет, на рыбу, сядь, на рыбу. Чего я дура купальник не взяла, ну? Мама такой хороший, в копу. Мама? Это мама или ты инструктор? Мама похожа на каракатицу. Да, вот так, да? Рыба, рыба, это моя мама. Рыба, рыба Карина, моя мама. Так пошла. Я б, конечно, знаете, я в вещи, конечно, плавала, там, конечно, не такие воные жители акулы и стращения, абсолютно милые животные, милая рыбка. Плова я тебе даю все, она меня не трогает, я ее не трогаю. Я такая голодная уже не могу. И пришло время наконец-то слить вам мое самое главное, самое желанное место на сегодня. И, кстати, мне рассказали о нем мои местные друзья. И я надеюсь, что у меня сейчас все получится. Я пришла в кулинарную школу Паэлья Клаб. А секрет для бюджетных туристов в том, что здесь можно поесть главное испанское блюдо не просто дешево, а бесплатно, если повезет. Паэлья Клаб – это ресторан и кулинарная школа в одном. Здесь учат готовить блюда средиземноморской кухни, тапосы, а сегодня будет мастер-класс по приготовлению королевы испанской кухни Паэльи. Правда, стоит он 70 евро, которых у меня уже нет. Но здесь есть одна обалденная фишка. Повар, если не набирается полная группа и остаются места, приглашает людей с улицы и они могут бесплатно посидеть и делать то же самое. Поэтому я надеюсь на удачу и буду ждать, чтобы хотя бы одно местечко было свободное. Еще два человека. Блин, а мне вообще достанется место здесь? Ну реально здесь так вкусно пахнет. Дайте салфеточку. Слюна. Осталось три минуты до начала. Боги Паэльи, пожалуйста, услышьте меня, пожалуйста. Я хочу научиться делать Паэлью, но еще больше я хочу Паэлью поесть. В смысле? Получается, что я пролетаю мимо. Я так сильно расстроилась, что люди увидели, перепугались, угостили меня сангрией, чтобы я расслабилась. И я на голодный желудочек очень расслабилась. И теперь решила, ну ничего, что в этот раз не получилось. Ничего, что я не попала. Я, конечно, постараюсь найти себе еду. Но здесь так классно, что в следующий раз я обязательно приду в это место готовить и есть. А пока я допиваю свою бесплатную сангрию, немножко подсмотрю и расскажу вам пару секретиков. Итак, сегодня эти горячие испанские мужчины Алекс и Алекс приготовят три вида Паэльи. Вегетарианскую, с морепродуктами и со свиными ребрами. Секрет первый. Оказывается, готовить Паэлью должен только мужчина. Есть легенда, что один моряк провинился перед женой и приготовил ей в качестве извинения блюдо со всей рыбой, которую нашел в доме. И назвал его Параэйя, то есть для нее. А со временем прижилась упрощенная Паэлья. О, я обожаю романтические истории. Второй секрет. Все ингредиенты, рис, овощи, специи нужно обжаривать по отдельности. И третий. Испанцы готовят Паэлью томно, не спеша, минимум два часа. На этом секрете Сангрия у меня закончилась. И торчать в ресторане было уже просто неприлично. С бесплатной едой не срослось, поищу хотя бы просто дешевую. И сейчас я оказалась в самом вкусном месте Барселоны. Это туристическое место. Это рынок Ла Бокерия. Это еще один легендарный рынок Барселоны. Бокерия упоминается в рукописях 13 века. То есть уже 800 лет барселонцы ходят сюда за продуктами на обед. Я вообще обожаю рынки, обожаю ходить на рынки, делать закупки. И я люблю здесь запахи, потому что здесь запахи свежих продуктов, что немаловажно. Прилавки выглядят максимально аппетитно. Букеты зеленых артишоков и спаржи. Гроздья колбасок в белой плесени. Тоненькие – это фуэт. А потолще – сальчичоны. И те, и другие делают из свинины со специями. А вот любимейший деликатес и местных, и туристов – вяленые свиные ноги хамон. Но самый большой шок от прилавков с разными морскими кракозябрами. Смотрите, крабы размером с тарелку. А с весов мне машет лобстер. А креветочки блестят, как конфеточки. Они все еще живые, еще шевелятся. И крабы, и креветки, и лангустины. Сейчас я больше всего жалею, что я не люблю устрицы, потому что устрицы здесь продаются свежайшие. Продаются поштучно. И вот большая устрица стоит 2,50. Я повторяю вопрос. Кто ел устрицы? Да! Устрицы ела я! Среди морских гадов самый редкий и необычный – это персебес. Надо попробовать. Слушай, ну за 2,50 она мне отдала эти две штучки, не взвешивая. Этот персебес, если честно, выглядит противно. Как птичьи когти какие-то. Реально, смотри, коготь динозавра. Как-то парк юрского периода. Мне интересно увидеть этого моллюска. Оказалось, это такой рачок под названием «морская уточка». Персебес растут гроздьями на камнях в полосе прибоя. Поэтому их очень трудно добывать. Отсюда и высокая цена. Почти 50 евро за килограмм. Даже лобстер в два раза дешевле. Я, блин, даже не знаю, как он открывается. Нужно освободить от этой. Кожуры. Вот. И вот это должно быть съестное. Гурманы едят персебес сырыми, как устрицы. Но есть и традиционный испанский рецепт их приготовления. Звучит он так. Вода закипает – кидаем персебес. Вода закипает – достаем персебес. То есть едят их не вареными, а как бы ошпаренными. Но говорят, что это суперполезная штука. Но она, кстати, не воняет. Просто как морепродукт пахнет. Солененькая. Я реально должна это есть. Ну, кстати, как какая-то креветка такая упругая. Короче, моллюски мне не зашли, но чтобы не остаться голодной, я за 1,5 евро купила себе кокос. Мне на день хватит. Мы сейчас сразу в ресторан на обед или куда? Конечно, в ресторан. Куда вы собрались еще? На Гауди дивиться. Я знаю. Я просто вас проверяла. Ага. Дэна. Что значит, Дэна? В ресторане. Ресторан – высокая кухня. Лена посоветовала продюсер. Что бы? Что бы я тут не знаю. Это Лена как посоветует, ***. ДИВИТЬСЯ. ТАТАКИ. Мама, ну вы идите от своих дурочек. У вас только высоко кухню. У вас из Макдональдса *** выгодят ***. Летаки из иребийской свинины на углях из юки. Солью из кофе с каплями майонеза из рукокок. Или осьминог на парменте из фиолетового картофеля. Угу. И все. Дамы, не желаете вина? Да, да, будем, будем. Фу. Ну уже легче. Хоть что-то понятное было. Хорошего. Давайте выпьем все-таки «За орел и решка». Все-таки 10 лет – это реальный срок. Ведущий, конечно, был им. Не, но Бедняков не поганый. Никитюк не поганый. Я бы вернул Ивлееву и Птушкина, честно скажу. Я бы вырнул ее влево. Тошку – перегородка. Перезагрузка. Перегородка? Вы их засыпы кидайте, мама. Я бы только первый то сказал. Я очень на слезы оставила. Да я кружу надо мной туда-сюда. Для вас слегка обжаренные гребешки с пюре из зеленых бобов. Ты знаешь, детям в детском садике им больше дают. Ясно. Ну давайте, это высокая кухня, а что вы хотели? Случайно заругалась. Горошок. Зеленый горошок. Обычно обе… Обычно зеленый горошок добавляют. Перетели, как я тебе делала раньше. Я не понимаю, что это за белое. Гребешок. Гребешок? Да. А как крабовая палочка разогрета? Спасибо. Прошу вас, иберийская свинина на углях из юбки. Я прошу прощения, это не свинина? Нет, покажи. Но. Это… Покажи свинью, вы же можете. Но. Эй. Как? Малая, ты слышишь? Я с собой. Давай. Я в ланчбокс. Ланчбокс, плиз. Окей? Ммм. Добро пожаловать в Крудо бар. Меня зовут Кристиан Дель Гадо. Я шеф-повар. Приступим. Я с паяльной лампой. Лихие 90-е. Осьминог гриль на парментье из фиолетового картофеля. Скорее, на досточке. Да? Да? Осьминог гриль на парментье из фиолетового картофеля. Скорее, на досточке, да? Синяя глазка наша. Просто написано вкус обычный. Переджата картошка, когда ты маленькая была без зубов, я тебе понимаю? Без зубов, ну когда я была без зубов. Когда ты была без зубов, ты думаешь, что ты думаешь сразу звенила? Да. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет. Вайн, 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 вайн. Дай краба. Краба? Я сейчас... Краба, дай. Она так разросла. Ну, не хватит. Ну, вы же мать все-таки. Почему все начинаете? Все. Давайте будем дурачиться все-таки. Как вообще вам высокая кухня в Барселоне? У-у-у-у. Н-м-м. Мне нормально. Хе-хе-хе-хе-хе. Тост. Выпьем за утюг, чтобы все было гладко. Ха-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, я прошу прощения, 837 евро зашел. Кристиан, дай. Французская. Французская, да, французская. Я путаю имена. Спасибо, было очень вкусно. Было очень приятно. Я отправилась на окраину города, где посреди леса спрятано еще одно секретное место Барселоны – лабиринт Орта. Лабиринту Орта в следующем году исполнится 230 лет, а заложил его бывший хозяин этих мест – маркиз Десвальс для развлечения своих дорогих гостей. А сейчас любой турист может почувствовать себя гостем маркиза и за каких-то 2 евро 23 цента испробовать на себе развлечение дворян 18 века. И ловите еще секретик от вашей доброй Верочки. Если прийти в парк в воскресенье – вход будет бесплатный, но это только с ноября по март. Ну что, ищите меня. Сразу зашла туда, откуда выхода нет. Пошли дальше. У меня просто чуйка, я человек-чуйка. Привет, это снова я. А тут тупик. Я просто чуть-чуть не туда завернула, но бывает с каждым. Так, сюда. Если честно, я не знаю, куда нужно вообще прийти. Так, отсюда я уже выходила. Или нет? Не, еще не выходила. Пошли. В центре лабиринта Орта стоит статуя бога Эроса. И это неспроста. Лабиринты при дворцах строили как места для поцелуев. После парочки бокалов шампанского на балу барышня могла кокетливо сообщить кавалеру, что идет гулять в сад. Как бы намекая, что она не против, чтобы он ее там нашел. Получается такая игра в прятки для взрослых. Такую сцену вы могли видеть в фильме «Парфюмер», когда Лаура пряталась от своего кавалера в лабиринте, а за ней в это время следил маньяк-парфюмер. Узнали? Киношники выбрали для съемок этой сцены именно лабиринт Орта. А я как будто оказалась в своем любимом фильме. Но когда здесь столько детей и людей, честно, Эросом это вообще не пахнет. Пошли. Женщина-навигатор себя выведет сейчас быстренько. Прикольный парк. Чири-чи-чи. Десять лет назад в Барселону приехала команда «Орла и решки» снять свой первый пилотный выпуск с Аланом и Жанной Бадоевыми. Барселона, привет! Господи, я люблю Барселону! Что из этого вышло, вы уже знаете. Полтысячи выпусков, десятки любимых ведущих, миллиарды просмотров на ютубе, а еще десять лет путешествий нон-стоп. И вот мы снова в Барселоне. Только уже с крутой техникой, коптерами и звездными ведущими. Пошла! Я сейчас абсолютно частой. Хотим вам сказать то же самое, что и десять лет назад. Путешествуйте! И обязательно возвращайтесь в любимые города. Как же я скучала! И праздничный выпуск не был бы праздничным, если бы мы не закончили его подарком. Верка Сердючка приехала к нам на день рождения не с пустыми руками. Весь уикенд она пела нам свою новую песню. А мы не выключали камеры. Что из этого получилось? Первый клип от Орла и Решки. Диско Кикс. Играет музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, спасибо этой культовой программе «Орел и решка» за этот фонтан эмоций, который мы получили с Верой, мамой и со мной красавицей. Я кайфанула! А над нами же не раздевались, заставляли в холодную воду прыгать, с акулами плавать, шампанским, вот тут мне этот шампанский. Меня на яхте укачало так, что я думала… А у меня же морская болезнь. Короче, скажите, вы женихов нашли вообще здесь? Самое главное, ради чего можно приехать в Барселону? Послушай, тут не надо, я тебе сейчас скажу больше. У них такие операторы, когда цепляют петличку. Давай я лучше промолчу. Уважаемая культовая программа «Орел и решка» мы, красивые девчонки, поздравляем с юбилеем тебя и желаем тебе хорошего настроения. Новых стран, новых городов, новых потрясающих героев и классных зрителей. Это не вам, это я «Орлу и решке» желала. Дорогие друзья, это была Вера Брежнева, Вера Средичка и мама. Ура, ура, ура. А нам надо выйти из кадра. На, пря, о, дочь. Пошли. Тарадам, тарадам, тарадам.